Освобождение Донецкого аэропорта От войск Киевской хунты Удерживание аэропорта Отбрасывание противника, пытавшегося захватить аэропорт Все это не мелкие эпизоды В пределах не вполне понятной военной кампании Прерываемой периодическими мирными переговорами Все это часть большой мировой игры Все это часть большой войны Которую ведут против России И очень злые, коварные, далеко не слабые силы на Украине И мировые силы, силой Запада, которые стоят за спиной Украины И пытаются сокрушить Россию В этой странной, коварной войне Нет мелочей В ней все имеет огромное значение Потому что Киевская хунта Ничего так не боится, как Народноосвободительной борьбы Украинской борьбы Против всего того, что она собой представляет Именно эта борьба Является для нее Смертельно опасной Именно эта борьба Позволяет не просто отсечь Головы Этой ядовитой гидры Но еще и прижечь Этой головы так, чтобы они снова не вырастали А значит Киев Никогда не позволит Оформиться на Донбассе Жизни Отвечающей представлением о благе Самих жителей Донбасса Народа Донбасса Потому что эти представления о благе Диаметрально противоположны тем Которые навязывает преступно-кильский режим Народу Украины Потому что Свободолюбивые жители Донбасса Не хотят жить По этим подлым правилам Включающим псевдоукраинские Подчеркиваю, псевдоукраинские Кривления с вышиванками Включающие Оголтелую, истеричную, надрывную Русофобию Все эти полубезумные пляски И многое другое Уживые трактовки истории Отказ от русского языка Отказ от братства с Россией Я все это не буду даже перечислять Все это свободолюбивый Донбасс Не примет Его представление о благе другое Именно ради Право жить псевдообразно Своим представлением О благе На своей земле Донбасс и поднялся А поднявшись Он показал Что он по-настоящему Свободолюбивый Что он готов Сражаться За свою свободу Что он есть Часть украинского народа Готова сражаться За эту свободу Что он есть Пример для украинского народа Того, как можно Сражаться за эту свободу Против фактической Что бы они ни говорили На Украине Деукраинизации Потому что То, что они предъявляют В виде этой западанщины В виде каких-то Возвращений К каким-то лживо Псевдоукраинским Нормам жизни Это и есть Деукраинизация по факту Карикатура На украинскую жизнь А в пределах карикатур Долго жить невозможно Совершенно ясно Что эти Времянки карикатурные Будут сметены Просто Колониальным Бытием Сообразно нормам Нового глобализма При которой Украинские туземцы Будут выклячивать Подачки Западного туриста Демонстрируя Все эти вышиванки И прочее Это же все понятно Значит Для Киева Смертельно опасно Чтобы Донбасс Оформлял другую реальность Поэтому Мир Как время Для оформления Этой реальности Киеву не нужен И когда он Предлагает мир Он надеется Что ему Теми иными Провокациями Теми или иными Подрывными средствами Удастся сорвать Этот мир Удастся Помешать Свободолюбимому Донбассу Оформить жизнь Сообразно Своим представлением О благе Когда же Киев понимает Что он не может Помешать Донбассу Что не он Выигрывает время И не он Накапливает Максимум сил А наоборот Донбасс Все выигрывает И накапливает А Киев Все проигрывает И оказывается Ситуация экономического Коллапса И так далее Вот тогда Киев переходит От сусальных Переговоров о мире К Выпиюще жестоким Бандитским Наскокам К репрессиям Против мирного Населения Донбасс Именно это Произошло 17 января 2015 года И тут Нельзя Говорить Ни о каких Мелочах Потому что Если Киев Хотел Или ему Казалось Что возможно Завоевать Новые возможности Перед переговорами Заняв Территорию Аэропорта То Он пытался Завоевать Тем самым Стратегическую Ставку в игре Потому что Он показывал Западу Что он Оправдывает Вкладываемые Деньги И тогда он может Просить новых денег Это первое Второе Он показывал Своему населению Что киевская Преступная Хунта Всесильная Поэтому Каждый Кто Рыпнется Против нее Будет Свирепо Подавлен И пожалеет О том Что он Рыпнулся Он 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 Хотел Получить От этого Своего Нахрапа А если Он хотел Вдобавку Прорваться В Донецк То возможно Он Этими Своими Действиями 17 января Хотел Добиться Каких-то Решающих Приобретений Совсем Решающих Судя по тому Как выла Украинская Лживая Пропаганда По поводу Своих побед 17 января Все эти победы Оказались Абсолютно Липовыми Речь И действительно Шла о том Что сделаны Огромные Ставки И все эти Ставки Биты Товарищи Киев Позорно Провалился Значит Россия Выиграла Еще Один Раунд В страшной Огромной Игре Которую Ведет Против нее Весь Совокупный Запад А это Огромная Сила Ставки Киева Оказались Биты 17 Января Потому Что Героические Ополченцы Остановили Движение Превосходящих Сил Противника И Отбросили Противника Назад А потом Даже И перешли В наступление В числе Этих героев Отряд Суть Времени Поскольку Этот Отряд Понес Трагические Потери Я буду Говорить О его Действиях Отдавая При этом Дань Всем Действию Всех Ополченцев Которые Сдержали А потом Отбросили Врага В этот Судьбоносный Момент 17 Января Не говорю Это Друзьям Родственникам Близким Погибших Потому Что они Должны знать Эти люди Погибли Не напрасно Они Погибли Сокрушая Врага Их Вклад В глобальную Ситуацию В великое дело Нашей общей победы В недопущении Гибели России В недопущении Мировой Свирепой Фашистской Диктатуры Новой Олигархии Глобальной Очень Велик Погибшие Герои Что именно Произошло Я буду Описывать Достаточно Подробно Итак 17 января 2015 Года Вооруженные Силы Украины Попытались Прорваться В Донецкий Аэропорт Аэропорт Удерживали Силы Ополчения С середины Дня В районе Радиолокационной Станции Был Осуществлен Танковый Прорыв К одной Из позиций Сути Времени На позиции В это время Было 9 бойцов Остальные Бойцы Отряда Сути Времени Находились На других Рубежах Ожесточенный Бой Шел Около 10 часов По объекту Обороняемому Сутью Времени И его Окрестностям Велся Непрерывный Минометный Обстрел Не позволявший Подойти Группе Поддержки Выдвинувшаяся На выручку Бронетехника Тоже была Обстреляна Артиллерией Противника Техника Противника Перемещалась Вдоль Торца Здания И стреляла Прямой Наводкой В ходе Боя Все бойцы Сути Времени Оборонявшие Здания Получили Ранение Но Продолжали Бой Если бы Ребята Позволили Врагу Взять Здание Или Обойти Свою Позицию Под угрозой Захвата Или Уничтожения Оказались Бы ключевые Пути Перемещения Что могло Привести Ко входу Карателей В живые Кварталы Донецка А это Уже Выдавалось Как Огромная Победа Киева И Стало Киевским Выигрышем В большой Игре А значит Проигрышем И Донбасса И России Когда Противник Начал Окружать Объект Командир Пятница Вышел Из здания По которому Велся Шквальный Огонь И выпустил Из ручного Противотанкового Гранатомета Гранату По танку При повторной Попытке Выстрелить По танку Пятница Сам попал Под огонь Будучи раненым Он более Пяти часов Руководил Обороной Объекта Не позволив Превосходящим Силам Противника Занять Объект Пятница До последнего Командовал Подразделением Вел бой При эвакуации Цеплялся За проемы Бойцов Запрещая Выводить Его из боя Скончался Он от ран В машине По дороге От обороняемого Здания К медицинскому Автомобилю Пятница Дата рождения 11 мая 1927 года Город проживания До войны Санкт-Петербург Российская Федерация У него высшее Экологическое Образование Он тренер По фехтованию Со стажем Работы 5 лет Он вступил В нашу организацию В 2012 году Принимал участие В митингах Занимался Распространением Шагов истории С 29 июля 2014 года Он участвует В противодействии Бандеровской хунты Он служил В ДВ Он не чурался Никакой работой Он был Прекрасным Членом коллектива И Великолепным Педагогом Человек с юмором Спокойный Без заносчивости Перед неопытными В деле людьми На него Полностью Опирался В военной подготовке Руководителя Отряда Сутью в Рим Он погиб Геройски При выполнении Служебных обязанностей Он Сломал Один из тех Кто сломал Планы Киевской хунты Которая делала Огромную ставку На этот прорыв Ее планы Оказались Биты Он не просто Случайно погиб В какой-то Случайной ситуации Он оказался На острие Этой Большой игры Он хотел Быть на этом Острие Он выполнил На нем Все что мог И больше чем мог Он вел себя Воистину Геройски Он останется Этим героем В наших сердцах В памяти своих товарищей И это все Не дежурные слова В адрес погибшего Это правда О том Что произошло Я продолжаю Изложение правды Другой Боец В сути времени Белка Был на другой позиции Но спустя Некоторое время После начала боя Он пришел На помощь к товарищам Пробрался С огромным трудом В обстреливаемое здание И действовал Отчаянно храбро Он под огнем Выходил из объекта И стрелял Из ручного Противотанкового Гранатомета Он исчерпав Все гранатометные выстрелы Встал за пулемет Погиб он От подбодания Снаряда Боевой машины пехоты Умер мгновенно Белка Родившийся 15 июня 1976 года В городе Славянске Образование среднее Монтажник С 15 мая Он находится На территории Донецкой Народной Республики В Востоке Он с 30 августа Он сразу же оказался Вместе С нашими товарищами Сутью времени И мы считаем его Частью сути времени Мы говорим Его родным Близким Друзьям Он действительно Погиб Геройски И он навсегда Останется в наших сердцах Болгарин Получил тяжелое ранение Ведя огонь Из глубины помещений Раненый Он более двух часов Помогал товарищам Давая целеуказания И координируя Огневые точки по рации Скончался он На боевом посту Болгарин Родился 8 апреля 1986 года Проживал в городе Донецке Холост Образование высшее Инженер-электронщик Сутью времени С весны 2012 года С осени 2013 Координатор в городе Донецке Он участвовал Во всей нашей работе Он был на зимней сессии Школы сути времени Нам запомнился Игорь Своей прекрасной улыбкой Своей тонкостью Своим интеллектуализмом И своей внутренней подлинностью И в полном отсутствии Аффектации Он Вполне По всем своим характеристикам Мог оказаться в информационной группе Заниматься идеологией Чем-то еще Но он рвался На боевой пост Он хотел там быть И он погиб как герой Члены отряда Суть и времени Прибывшие с других позиций На периметр Вели по противнику Беспокоящий огонь Позволяя подготовить Эвакуацию раненых И перегруппировать силы Под артиллерийским Стрелковым огнем Работали они Из ручных Противотанковых Грундемотов По бронетехнике Корректировали огонь АГС По живой силе Добрались в итоге До здания Для помощи Эвакуации Раненых Убитых То есть Геройски Вели себя все Есть очень тяжелораненые Я не хочу сейчас О них говорить Есть много Раненых И все Вели себя Как герой Боевые товарищи Отмечают ювелирную работу Расчета АГС Под командованием Контрабаса Выстрелы которого Заставили боевые машины Пехоты врага Занять невыгодные позиции И расходовать свой боекомплект Фактически в пустую Живая же сила Понесла существенные потери От огня АГС Что вынудило противника Отказаться От фактически Начавшегося штурма здания В ходе боя Ответным огнем Отряда Сути Времени Было выведено из строя Повреждено или уничтожено Пять танков И четыре боевые машины Пехоты противника Еще одна боевая машина Трофейная Теперь будет На вооружении отряда Поскольку все бойцы Востока Находились в это время На своих позициях И не могли их покинуть Я еще раз подчеркиваю Что я никоим образом Не выпячиваю здесь Героизм отряда Сути Времени Не противопоставляю этот отряд Чему-нибудь другому Я просто говорю о нем Потому что Это первые погибшие Из отряда Сути Времени И мы должны Говорить о них Как о героях Причем говорить именно правду И мы счастливы Что правда это является Действительно героической Итак, поскольку Все бойцы Востока Находились в это время На своих позициях И не могли их покинуть Формирование Доблокирующего отряда Заняло много времени Доблокирующий отряд Был собран из бойцов Разных подразделений Доблокирующей группе Были приданы танки На них И на легковых автомобилях Была осуществлена Эвакуация раненых Доблокирующая группа Под прикрытием Бронетехники и артиллерии Приняла позицию Отряда сути времени Здания, которые Пытался захватить противник После чего Отряд сути времени Эвакуировав Убитых и раненых Забрав боевое знамя Боекомплект Оптику и вооружение Снялся с данной позиции И распределился На позициях оставшихся Ни один сантиметр Не был сдан Нигде Врагу не удалось Никуда прорваться Враг понес Большие потери И так же Все произошло На других участках Атакуемой врагом Территорий Враг будет разбит Победа будет За нами Враг Пожнет Бурю Народно-освободительной Борьбы Враг будет Отброшен Сначала С территорий Донбасса А потом Из других Территорий Сжавшись Скорчившись Чувствуя Неумолимую гибель Понимая Как он презираем Своим народом Враг этот В итоге Будет судим И наказан Эта победа Спасет Украинский народ Эта победа Спасет Россию Эта победа Спасет человечество Вклад в эту победу Погибших Неоценим Они действительно герои Мы Сделаем все Для того Чтобы о них Не забыли Другие Мы никогда О них Не забудем Мы их Любим Мы Ими Гордимся Мы знаем Что они Свободно По своему Страстному Желанию Встали На этот Путь Все мы Смертны Все мы Умрем Раньше Или позже Но те Кто Встали На свой Путь По зову Сердца И прошли Его до конца Сражаясь И погибнув Во имя Торжества Великого Дела Не просто Живут В памяти Народа Не просто Живут В сердцах Они Как-то Иначе Реально Продолжают Жить В это Доверят Все Войны И Эта Вера Не является Пустой Иллюзией Вечная Слава Героям Павшим В борьбе Со Смертельным Врагом России И человечеству До встречи Вы Редактор субтитров Редактор субтитров